Здравствуйте, наши хорошие, наши любимые Тере-Тере-Мейе-Каллит. А нам снова дома не сидится. Нас же разве кто заставит дома сидеть, когда тут весна, и, понимаете ли, открываются один за другим очень интересные места и совершенно недалеко от Таллина. Сегодня мы приехали в местечко Саула. Так вот, здесь в Саула находятся целых три источника. Источники волшебные, источники с легендами. Они у нас здесь совершенно недалеко в лесу, и мы сейчас туда с вами пройдём. Нет, скорее мы пойдём их искать. Да, Кристина? Да. Это место Саула совершенно недалеко от Таллина. Здесь официальная большая стоянка. Никакой приватности нигде. Нигде никакой приватности. Всё равно везде люди. Находится это как бы в волости коза. Здесь ворота, всё огорожено, это всё храняется государством. Эти источники тоже. И здесь вереницей. В вереницей идут люди. Кристина погнала уже. Поговаривают о том, что и лес здесь такой волшебный, необычный. Здесь стоят указатели. Указатели о том, что... Мало того, что здесь написаны метры, сколько идти до этих источников. Так, тут ещё есть и трактир, который открыт с 12 до 20. Но, к сожалению, в пандемию закрыто всё. Река Перита. И людей, как на Бродвее. В глухом лесу. Да, лесок-то странный. Да, места-то. Люди проходят, слышала, говорили, что здесь живут бобры. Что здесь творится? Однако. От ворот до источника 400 метров. Это там написано, не верь. Конечно. Но то, что это места какие-то волшебные или сказочные, это точно. Впереди мост. Что происходит в этом лесу? Смотри. Это, наверное, здесь духи шалят. Вот и первый источник. Он напоминает как бы озерцо. Это всё в виде озёр каких-то маленьких. Видите, какой у него необычный цвет. Из-за того, что дно такое. Здесь так волшебно. В Эстонии источники вообще всегда считались важным священным местом. И большинство из них, как полагают, обладают целебными свойствами. Вот эти голубые источники саулы включают в себя как бы три довольно таких крупных источника. Тот, который мы видим перед... То, что вы сейчас видите, да? Он такого бирюзового цвета. И синий аликас. А так их вообще три. Сейчас мы все три с вами посмотрим. Вот почему у них такой различный цвет? У остальных, которые мы сейчас с вами увидим, цвет вовсе не бирюзовый. Это зависит от песка, который находится на дне. А ещё знаете, что говорят? Что вода в источниках вот этих синий аликас, что они исцеляют все болезни. Но нужно пожертвовать серебряные украшения или деньги, или бусы. А если ничего не пожертвовать, то дух-покровитель синий аликас, его зовут Тольт, может прийти и забрать вас. И все они три, вот эти все источники, они все впадают в реку Пирита. Ну, мы с вами не хотим, чтобы нас с вами похитили, забрали. Поэтому я прихватила из дома монеток. И мы сейчас с вами будем туда бросать монетки. Бросим туда монетку. Вот так. А в частности говорят, что очень хорошо эта вода помогает от болезни глаз. Ох, здесь кто-то постарался. Ох, разгрыз. Ну, а мы с вами идем дальше смотреть следующий источник. Ну, вот здесь мы подошли еще к одному сразу рядом. Но это похоже то же самое, и вот бирюзового цвета. А на том берегу, как они туда попали, люди неизвестны, сидят и моют ноги. Что лишний раз доказывает о том, что вода действительно здесь, в этих местах, волшебная и лечебная. Вы посмотрите на этот цвет. Ну, бирюза и все. Хорош, конечно, он в солнечную погоду. Как вот нам сегодня удалось увидеть его. Лес очень необычный. Везде в огромном количестве шишки и кусочки елки. Кусочки хвои почему-то раскиданы. Здесь очень еще интересная ель поваленная. И на этой еле как будто бы она... Ну, здесь надо все здесь перелазить, конечно, перелезать. И очень много красных повязанных веревочек, ниточек. Мне кажется, это что-то здесь какие-то обряды, я не знаю, делаются. И белые, и зеленые, и синие веревочки. Ленточки. Грязь здесь, конечно, непроходимая. Асфальта тут нет. Посмотрите, что передвигаться здесь, конечно, страшным образом. Вот, но вот эти вот ленточки в большом количестве везде развешанные. Я не знаю, что это. А вы как думаете? Саула Синьолика. Вода в них кристально чистая. Вот то, что вы видите, рельеф, это уже рельеф дна. Здесь вот даже рисуют пейзажи. Вон, женщина стоит на пригорке и рисует. Пишет картину, миниатюр. Вот эти листочки. Ну, здесь вообще место жертвенное такое, да. Уже начинает лес оживать. Я слышу уже зяблика. Ой, здесь какое-то дерево. Здесь куда ни коснись, везде какое-то интересное что-то. Кто-то рыл ямку. И везде скорлупки, даже в дереве. Вон скорлупа везде. Значит, здесь орешник, здесь лесные орехи. И еще весь лес усеян вот такими кусочками. Все время кто-то сгрызает. И вот это все, весь лес полный вот такими свежими, такими еловыми. Не побегами, это вот елочками. И везде скорлупки орехов. Ну, здесь чудеса. Здесь леший бродит. Вот опять иголки. Не иголки, а кусочки вот такие равномерные, кусочки елок. Ну, а сейчас здесь русалка выплывет, я не удивлюсь. Все-таки получается, что как бы один, второй, третий. Вот они так и есть. Ой, Кристина пошла священно действовать. Сейчас помоет глазки. И будем... Мы все умоем сидеть глазки. И будем без очков. Фея Тольп. Помоги нам вылечить глазки. Да, вот я тоже боюсь, что муж выпьет и козленочком станет. Да, это владение феи Тольп. И здесь вот я смотрю. Еще что-то интересное. Белые какие-то тряпочки, веревочки, арочки. Какие-то камни плоские, странные. Мне кажется, здесь, может быть, колдунные маги делают свои какие-то обряды, может, на какое-то полнолуние. Не знаю. Ну, в общем, здесь все. Лес полный волшебства. Опять муж ищет все время, что кто-то что-то откусил. Да уж, здесь ничего просто так. Нет, а вот эту вот кору, например, кто содрал, тоже кто-то обкусил. Вот эту с дерева. Правильно? И вот здесь опять вся дорога. Вы посмотрите, все в кусочках. А игла на одинаковые примерно длины. Что же тут происходит в этом волшебном лесу? На деревьях висит корзинка на железных цепях. Вот, Кристина, иди пособие, покажем тебе. Как бобры, как будто в талию сгрызли, и дерево падает. Думаем, что, может быть, вот это черный аликас, потому что он здесь немножечко потемнее, так кажется. Вот я вам поближе эту корзинку. Интересно повешено. Что там? Ветка. Ой, как отточено. Сейчас, 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 подожди. Очень тяжело ходить. Как будто ножом сгрызан, видишь? Как будто ножом взяли? Да. Она сгрызана вся, ты посмотри. Идеально. Посмотри вот это вот. Идеально. Представляешь себе? Ты посмотри, как аккуратненько. Она что-то такая, что холодная такая. И весь ствол сгрызан, и столько следов от зубов. И зубы, видно, острые. Это же, наверное, осина, или вот, я же не знаю, что это? Следы. Видишь, да? Да. Ветки эти откусывают. Да, да, да. Их потом едят. Посмотри, какие следы от зубов едят. Вот, видишь, посмотри. Ага. Откусил. Видишь, он как. А видно размеры... И дикару едят. А видно размеры у них... И вот тут тоже он. Вот видишь, как? Видно размеры зверя. Не помог... Не дают им здесь сверху обкусать все. Потому что они, видимо, низенькие. Видишь, практически. А, нет, там все обкрыто. А потому что там забраться можно. Он забирается на эту и ест. Это, значит, можно здесь его увидеть. Вот это, наверное, черное. Здесь особо темная вода. Наверное, это, наверное, есть мустальник. Да. Вот это зубы. Грибы здесь кто-то тоже живо. Опять кусочки елки. Весь лес, вся дорога в кусочках в лесу. Шли-шли, нашли огромную березу. Толстую, высокую-высокую. А в ней как будто бы естественная щель. Я думаю, а почему она здесь внизу такая черная? Горела она или что? Подошли и поняли, что она мокрая. Из нее течет настоящий березовый сок из этой щели. Вот еще какое интересное дерево. Сосна. Тоже, наверное, все бобры обкусали. Но разве могут бобры добраться так высоко? Но это, наверное, лось уже. Мои хорошие, это вообще что такое? Посмотрите. Вот сюда я сейчас камеру увеличу. Раз, два, три, четыре. Как будто бы... Может, это медведь лапой вот так вот? И здесь раз, два... Где-то я видела прямо, знаете, вот... Раз, два, три, четыре. Как будто пятерня медведя. Может такое быть? И вот там наверху вон тоже зазубрены. Как будто от когтей. И здесь тоже. Или это я уже напридумывала себе на фантазии. Учебное пособие. А вот там, там легче подойти. Учебное пособие по природоведению пятого класса. Как кушают бобры. Ой, боже мой. Вы посмотрите, это же вообще... Это же фантастика. Подряд как грибы идут. Невероятно. И все такое свеженькое, хочу вам сказать. И вот тут. И здесь. Ну и зубки. Ну и тач... Просто работа, я не знаю, ювелирная. Корой дерево, посмотри. И кору все съели. Здесь на пути была скамеечка. Я вот уселась. Сижу, жду. Может, хоть одного бобра увижу. Вот, сижу, не вижу. Они, когда зимой зимуют, все же эти реки замерзают. А вход у них в норки. Как раз под водой, под уровнем воды. Вход в норы. И когда все замерзает, они спокойненько себе там могут существовать. И чтобы было, что покушать зимой, они все лето, всю осень заготавливают себе веточки, складывают на дно эти ветки. И когда здесь все замерзает, они выходят из своих норок, берут себе там на складе веточки и заходят в норку обратно. И так зимуют. Ну, в общем, место, конечно, волшебное, не то слово. Мы ищем остальные вот эти источники, черное и белое, потому что синие мы нашли. Я тут переговорила со всеми эстонцами, кого только не встретила. И они говорят, что, скорее всего, вот эти вот перемычки, вот эти вот как маленькие озерца, что мы с вами видели, это и есть вот этот комплекс этих синих аликет, этих источников. Что здесь нет так, что одно прямо такое белое, второе прямо такое сильно черное. Они все вот такого бирюзового цвета. Ищут эти вот остальные, как бы два еще, грубо говоря. Но вроде вот этот вот комплекс, этот как бы это все единое и есть. Прошли здесь весь лес, и мы, и люди эстонцев, я останавливала, спрашивала, он говорит, там ничего нету. Так что здесь я вам точно говорю, что здесь вместо, ну, прям особенное, волшебное, люди берут с собой воду. Я говорю, помогает или нет, улыбаются, говорит, мы первый раз посмотрим, может быть, поможет. Что якобы это помогает от глазных болезней, от других хворей. Монетки мы кинули. На всякий случай. Что вот это такие здесь за ленточки, я так и не знаю. Ну, в общем, здесь какое-то волшебство творится, это точно. А хозяйка все этого оказалась тельп. Я думала, кто такой тельп? Дух. Дух тельп. Что это такое? Кто это? Так оказывается, это фея. Это мы тоже выяснили. Это фея тельп. И я так понимаю, вот этот лес, который, посмотрите за моей спиной, что здесь творится все повалено, это, наверное, она здесь. Здесь не всегда бывает довольна. Ну, в общем, интересно, сказочно, но очень необычно. Так вот живешь, сидишь на диване вечно и ничего не знаешь. А как поднял попу, выехал чуть-чуть немножко. Ну да, здесь волшебство. А сейчас все, загадайте желание. Я вот так вот встаю спиной к этому источнику. Аликас, это источник. Ну, похоже на озерцо. А вы все загадывайте себе желание. А я за вас кину монетку серебряную. Загадывайте. Ну, я надеюсь, вы все успели и все что-нибудь хорошее да загадали. Теперь давайте вместе с вами кинем монетку. А сейчас прощаюсь с вами. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Ставьте лайки. Не забывайте всего вам светлого, доброго, волшебного. И пусть сбываются ваши мечты. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok